Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, меня зовут Борис Тизенгаузен. Итак, украинские дроны преодолевают новые рубежи. Сегодня был атакован Моздок, точнее аэродром Моздока. Украинцам это название знакомо. Оттуда периодически взлетают миги, носители кинжалов, от чего включается тревога по всей стране. То есть такие населенные пункты, как Ахтубинск, Моздок, Саваслейка, Оленья, Энгельс, я думаю, знакомы всем украинцам, потому что там находятся важные аэродромы, с которых периодически российские самолеты взлетают и запускают ракеты по Украине. Так вот, сегодня украинские дроны долетели до Моздока. Почему важно, почему сам факт того, что наши дроны теперь достают на такое расстояние, это действительно большая проблема для россиян. Потому что теперь аэродромы или базы тыловые, как россияне считали, не обязательно было прикрывать большим количеством систем ПВО, ну потому что туда ничего не долетало. То сейчас нужно где-то эти ПВО брать. А где их взять? Они все, собственно, на линии фронта. Они в Крыму, ну, прикрывают, естественно, зад высокопоставленных чиновников, крупные города, их резиденции, их дворцы в Сочи, рядом с Сочи, в Геленджике. Поэтому, ну, на всех систем ПВО не напасешься. Поэтому нужно теперь где-то искать, потому что украинские дроны стали лететь дальше. Судя по кадрам, которые есть в сети, это были украинские дроны, разработка относительно новая под названием «Лютый». У него характерна, в общем, форма хвоста, поэтому его всегда легко определить. Особенно по кадрам, которые сняты в светлое время суток. Понятно, что вот те, которые кадры попали, там все четко видно. Это «Лютый». «Лютый» уже неоднократно наделал шуму для россиян. «Лютый» как раз успешно атаковал нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы. Ну, а еще почему важен этот аэродром «Моздок»? Да потому что там базируются как раз не только вот эти МиГ-31 и Су-24, но там базируется стратегическая авиация российская Ту-22М-3 на апрель месяц по снимку спутниковым. Около шести бортов находилось там Ту-22М. Это те самые, которые ракеты Х-22 и Х-32 запускают по Украине. Эти самолеты входят в том числе в ядерную триаду. Они могут быть потенциальными носителями ядерных ракет. Поэтому это крайне важно, что туда наши «Лютые» прилетели. Значит, что по «Лютому» вообще? У него дальность рабочая тысяча километров. Ну, это по паспорту, как говорится. Расстояние до «Моздока» — 760 километров. Сегодня многие почему-то написали, что дроны больше тысячи километров преодолели. Нет, это не так. От действующей линии фронта — 760 с небольшим километров до «Моздока». Но это тоже очень и очень прилично. Так вот, «Лютый» может, у него боевая часть 75 килограмм, из которых 50 килограмм — это взрывчатое вещество. То есть он может серьезных проблем наделать на том же аэродроме. И вот что интересно по всей этой атаке. Местные власти отчитались, даже не так, начнем с самого лживого сообщения. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о сбитии одного беспилотника там в районе «Моздока». Местные власти отчитались о сбитии трех беспилотников. А вот местные жители почему-то опубликовали, ну или военные какие-то местные, опубликовали фотографии, ну якобы сбитых беспилотников. Хотя там, судя по этой картинке, там они серьезный взрыв пережили, эти двигатели. Опубликовали запчасти якобы сбитых беспилотников. И почему-то на этих фотографиях видны шесть двигателей. То есть, как это так? Министерство обороны один, местный глава три, а жители шесть. Что вообще происходило? Кстати, на тех кадрах, на которых показан беспилотник, я их тут по авторским моментам не могу вам, но я думаю, вы и сами их найдете. Там небольшое, короткое видео, как он летит и подлетает в сторону аэродрома, там слышны одиночные автоматные какие-то очереди. Ну, в общем, традиционно что-то в глубинке российской системы ПВО не то. Но тут еще один важный момент. То есть, я думаю, мы дождемся данных о том, куда и как прилетели эти беспилотники. Но сам факт того, что лютый пролетел над всем Краснодарским краем фактически, вот рядом тут Сочи, буквально, если не над ним, то, ну, очень недалеко должен был пролетать, если по прямой на Моздок. И получается, что над всем Краснодарским краем один или шесть беспилотников их просто-напросто не заметили, а начали по ним шмалять, простите, когда они уже прилетели в Моздок. Это говорит очень многое о российской системе противовоздушной обороны. Я думаю, что вот теперь, проведав это направление, туда лютый будет наведываться периодически. Но и еще один интересный момент. Вот 760 километров до Моздока, до Саваслейки и того меньше 700 километров, до Ахтубинска 680, еще меньше, ну и до Энгельса 650 километров. То есть, перевожу на очень понятный язык, лютый, теперь долетает до всех этих аэродромов. Необходимо нужное количество и, судя по всему, довольно свободно он может преодолевать эти расстояния. Ну, учитывая, что у него паспортная дальность 1000. Так вот теперь, где россияне возьмут столько систем ПВО, чтобы прикрыть все объекты в радиусе 1000 километров? Нигде не возьмут. Вот вам и пожалуйста. То есть, украинцы совершенствуют беспилотные летательные аппараты свои, все дальше, все точнее, все больнее для россиян, отправляя их по целям. Недавно, как я уже говорил в одном из видео, над Ростовской областью россияне отчитывались о сбитии ракеты «Нептун», которая была разработана как противокорабельная, а украинцы ее модернизировали. И вот вам пожалуйста, она уже бьет по наземным целям, летит по рельефу, огибает препятствия и так далее. Ну, в общем, не стоит на месте наш украинский ВПК, разработки делают, испытания производят. Ну и вот Россия теперь огромный полигон для испытаний новых украинских разработок. Чем может ответить Российская Федерация? Да в принципе ничем. То есть, обстрелы такие же, как были, то есть, бьют, понятно, по критической инфраструктуре. Ну, в принципе, ничего нового. Ну, а как Путин там своей ядерной доктриной подтерся, простите, об этом в прошлом видео я уже рассказал. Еще один важный момент. Россияне перегнали корабли свои из Новороссийска в часть кораблей, в Азовское море. То есть, там сейчас находится 7 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет «Калибр». Ну, там общий залп 24 ракеты. Значит, с одной стороны, это, конечно же, неприятная новость, потому что, судя по всему, россиянам теперь не нужно в Севастополе загружать калибры. Они только там могли делать. А туда, как мы видим, ни один российский корабль в здравом уме, ну, те, кто совались туда, те, собственно, там где-то на дне и покоятся. Потому что злобный украинский, рой украинских дронов патрулирует акваторию сразу же, если там появляется какая-то серьезная цель, не прикрытая заграждениями или в бухте не спрятавшаяся, по ней запускаются эти дроны. И цель, значит, благополучно идет на дно с экипажем. Так вот, россияне загнали в Азовское море 7 кораблей, они их вывели из Новороссийска. Почему? Потому что в Азовском море они считаются, что они не уязвимы для надводных дронов. Россияне перед мостом керченским натянули боновые заграждения, поставили баржи, то есть фактически закрыли акваторию Азовского моря, перекрыли ее сетями, боновыми заграждениями и, в общем-то, туда запрятали свои корабли. Но недавно, вот на одном из видео, которое ГУР опубликовала, так интересно получилось, каким-то образом, вот этот наш украинский надводный дрон Магура, он каким-то образом разрезал боновое заграждение и прошел через Бреж и благополучно нагнал там российский очередной корабль и потопил его. То есть, получается, что россияне там, конечно, могут сооружать все, что угодно, но в принципе, даже если они полностью Азовское море перекроют, забаррикадируются там, то есть один нюанс. В Азовском море, в акватории, время подлета ракет западного производства гораздо меньше, чем до Новороссийска. Ну, я думаю, Новороссийск там все-таки более серьезно прикрыт. Так что, россияне сейчас играют с огнем, либо, да, сам факт, смотрите, россияне прячут свои корабли, остатки Черноморского флота, прячут, чтобы вот эти маленькие, злобные украинские рыбки, дроны, не достали их вот там, ни в Новороссийске, ни в акватории Азовского моря. То есть, сейчас задача Черноморского флота Российской Федерации получше спрятаться от украинских дронов. Дожились россияне. Задача самолетов получше подальше улететь, чтобы дроны украинские не настигли воздушные. Задача кораблей Черноморского флота, точнее флотилии уже, получше спрятаться, чтобы их не настигли дроны. Вот она, великий гео-стротег Путин, как всегда, всех переиграл. Я думаю, что он доволен и счастлив с собой на недавнем выступлении, как тут правильно отметили, ему даже зачем-то брови покрасили. Это какой-то, может, стиль диктаторский новый, интересный, но такое. Поэтому, друзья, подпишитесь на этот канал. Если вам нравится спокойная аналитика, вы можете и поддержать канал. Это очень просто сделать. Поддержать команду, которая работает над этой спокойной аналитикой. QR-код в уголочке, его можно отсканировать телефоном. Или есть ссылка в первом комментарии, закрепленная. Если по ней перейти, вы можете произвольную сумму на поддержку канала и команды отправить. За что вам всегда, конечно же, благодарность от команды и от меня. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня и слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok